Всем привет! С вами Мистер Геймер и сегодня у нас обзор игры... Бля... Жопа... Спайдермен 2 Знаете, сказать, что это не самая лучшая игра в серии, это ничего не сказать. Она не просто худшая игра в серии, она самая ужасная, убогая, уёбищная и ничтожная игра во всей серии. Другие игры про Спайдермена не запустятся на вашем компьютере, если у вас есть вот эта игра. Я вам это гарантирую. Ну что ж, зачем верить мне на слово, сейчас я вам это докажу. Для начала рассмотрим управление. Левая кнопка мыши отвечает практически за всё в этой игре, правая лишь за прыжок и в сад. Поверьте, остальные вам не понадобятся. Ну что ж, давайте начнём новую игру. Это отсылка к фильму, единственная, кстати, тоже за всю игру. Хотя намёк, что игра сделана по фильму, это очень плохой знак. И вот как мы видим Спайдермена, прибежавшего пешком. Блядь, это уже настораживает. Реально, как он прибежал пешком, у него что какие-то проблемы с паутиной. И вот нас просят зацепиться за висящий в воздухе кружок паутины, блядь. Знаете, я не буду говорить про законы физики и прочее, нет. Но вы сами представьте. Вот вы утром проснулись, решили выглянуть в окно, узнать как погодка. И увидели там вот такую вот хуйню. Не знаю как вы, а я бы, блядь, охуел. И передвигаться, да, передвигаться можно только по ним. И всё. Поэтому висеть они будут везде. Иногда, знаете, это будет казаться просто нереально идиотским. И, собственно, это вот первоначальный этап, тренировочка, где мы познакомимся с остальными приёмами. Ведь игра так сложна. Сейчас мы попробуем забраться наверх. Дайте посмотрим. Блядь, когда он передвигается боком, он же даже не касается ногами стены. Это пиздец просто. Это полный пиздец. Вот и всё. Дело сделано. И почему-то каждый раз нам показывают убогий, короткий, никому нахуй не нужный ролик о том, что мы должны делать дальше. Хотя даже не об этом. А просто о том, куда нам идти. Где находится следующий кружок. Действительно, ведь его, блядь, так сложно увидеть. Но у вас есть стрелочка, так что не переживайте. Которая нихуя не видит, нихуя не слышит и нихуя не подсказывает вам. Блядь, это уже реально начинает заёбывать. Знаете, я бы... Если бы у меня просто был диск с этой игрой, я бы, наверное, знаете, сначала ударил бы его хуем, потом посрал бы, потом посрал бы на него. Вот только так. Но, хотя, стойте. У меня есть же диск с этой игрой. Блядь, пиздатый квиктайм. Вот, у меня же есть диск с этой игрой. Вот я себе и нашёл занятие на вечер. Ну, естественно, после того, как подрачу. Сами понимаете. Так. И вот у нас тут первый бандит. Давайте, крутые суперкомбы, как в Spider-Man The Movie исправят положение. Вот я его... И это было не очень эффектно. Давайте посмотрим на остальных двух. Да, ваши глаза вас не падают. Это всё, что у вас есть в этой игре. Дальше мы прыгнуть не можем. Стрелочки нет. Поэтому мы просто ждём. И вот мы видим плохо сделанную сцену погони. Кстати, вы помните этот фургон в фильме? Я, да, это было в одном из вырезанных дублей. Полиция бездействует. Как всегда, блядь. Так. Первый. Второй. Естественно, как всегда в этой игре, я хотел сказать. И вот водитель, который какого-то хуя ждал, пока я отъебу его товарищей, вместо того, чтобы съебаться. Так. Нам предлагают ехать за фургоном. Но, честно говоря, мне особо не хочется. Так что, по-любойски, я лучше на достопримечательности. Давай, ты же можешь. Блядь, это выглядит так, как будто он цепляется за воздух или плавает по стене. Вот как-то так, честное слово. Ну да, ладно, не буду больше мучиться. По крайней мере, пока что попробуем еще взобраться вот сюда, например. Вот так. Хочу все-таки увидеть тамошнюю красоту. Во, видите, как там красиво задняя картинка. Спайдер-мен плавает, цепляется в воздухе. Он старается попасть в этот рай, но он не может. Что-то ему мешает. Вероятно, это чувство, что он должен спасать мир. Блядь, извините. Но это реально смешно. Так, ладно. И вот мы можем заметить, что фургон нас вежливо дожидается. Это круто. Вот бы в других играх так было. А то там враги убегают, скрываются, их еще и не поймать можно. Но только не в этой игре. В этой игре даже не только спайдер-мен, который не может сбежать в красивую картинку, потому что ему надо спасать мир. Но и его враги понимают его высокоморальную ответственность перед обществом. Блядь, какого хуя на пять бежит за фургоном пешком? Че это за спайдер-мен такой? Тоже мне супергерой, блядь. И вот своим пердежом наши злодеи вырубили охранников. И наша задача помешать всему этому беспределу. Погнали, ребята. И сразу встает первый вопрос. У этой стены нет ни лестницы, ни чего-либо еще. Как эти двое поднялись на эту стену, не говоря уже про башню? Потому что вот просто забраться наверх туда невозможно. Вы это сами можете увидеть. Вот посмотрите. Со всех сторон никаких лестниц. И тут у нас происходит драка еще круче, чем, не знаю, на футбольном поле. Видите, как она высоко организована? Как активно лупят зэки свою бедную охрану. Которая почему-то со счетами полиции. Не знаю. Так, они побежали за помощью, я знаю. Блядь, вы видели? Опять полиция испаряется. Самый такой важный момент. В этой игре всегда будет так происходить. Ведь мы же говорим только про игру. Так, погнали. Ага. Вот опять откуда-то выползу еще трое. Так, и вот там этот уебан находится. Ща я его прям за яйца-то и схвачу. Получи уебок. Сука, пиздюк, блядь. Сраный сучок ебливый. И вот еще трое. А я не понимаю, почему они столько времени ждали, чтобы выйти. Правда, для меня это странно. Я бы на их месте уже давно деру дал, вместо того, чтобы кого-то там пиздить. Как раз пока вот спайдермен с остальными разбирается, я бы по-тихому съебал. Блядь, а вот этот-то хуй как туда забрался. Давай. Все, видите, он его почти схватил за яйца. Давай. Нет. Нет. Придется только кулаками. Только кулаками. И вот он зачем-то подходит к стене. У которой вообще ничего не происходит. Вероятно, чтобы заценить пиздатый квиктайм. Но я ему не дал этого сделать. Нехуй выебываться. Знаете, я не буду мачить Рина. Ну его нахуй. Серьезно. Так. Ага. Ну, что я еще могу сказать про эту игру? Также здесь есть такие миссии, как просто найти и поймать подонка на улице. Но в основном они были арестованы за кражу пиццы, печенья или молока. Так что, знаете, оставим ребят в покое. И так сидеть в тюрьме за такое, знаете, это как-то... И причем похожи, кстати, эти грабители все на супер-братьев Марио. Знаете, я бы вам их показал, но я не помню, где они именно находятся. А искать и играть в эту игру еще я, блядь, не смогу, нахуй. Ну что еще я могу сказать об этой игре? Кроме того, что вы уже видели, я могу сказать вам, что если, допустим, у вас есть дети... О, можно потянуть. Заебись, там даже дырки нету, чтобы вода, блядь, лилась нахуй. К тому же он еще и сквозь асфальт провалился. Не, ну это полный пиздец. Так вот, если у вас есть дети, и они где-то накосячили или еще что-то, но серьезно, то есть, допустим, если они употребляют, не знаю, там наркотики, алкоголь или, может быть, пытались взорвать школу, заставьте их играть в эту игру. Поверьте, строже их никто никогда не накажет. Это я вам могу гарантировать. Видите, людей даже не смущает вот эта огромная конструкция. Люди здесь полные дебилы. Так, ага. Ну, собственно, в принципе и все. С вами был мистер геймер. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.